Охренеть просто. Я колька? Васиник не может включить фонарь. Он сломал фонарь. Нет. Вот так вот спортом занимаемся. Охренеть. ТМО, ТМО, ТМО. А мне? Старший ТМО. Там тоже пропасть вниз. О, клавиатура. Охренеть. Смотрите, вот это вот бетонная хрень. Может пойдемте, слушайте. Да, здесь вот окошко. И они прибиты к щиту. 25 января 1963 года на территории современного Ангинска-9 прибыли первые приглашенные сюда специалисты космической отрасли и их семьи. А вскоре здесь же образовалась воинская часть 72-175, получившая позже название второй центральной обсерватории ВМФ. В 1980 году рядом с ЦККП начинается строительство аналитического центра ВМФ СССР ВЧ-34364. Объект создавался как информационный элемент по сбору и обработке информации в интересах борьбы с подводными лодками вероятного противника всех классов и типов. В апреле 2012 года Ангинска-9 утратил статус закрытого военного городка и был переименован в Дуброво. Аналитический центр состоит из 10 зданий с локаторами наверху, самих тарелок уже нет. Здания заброшены. И еще несколькими круглыми зданиями, про них во второй части. В центре и на окраине военной части располагаются еще два охраняемых здания. Всем здорова, вы на канале Облкодинг и сегодня мы с вами поедем на военную базу под Дуброво. Да, вот так вот резко мы перешли от программирования социальных сетей к сталкерству. Точнее, там будет несколько зданий, заброшенные локаторы, это были такие здания, в которых наверху стояли огромные тарелки и получали какие-то данные, что-то они там делали. Некоторые из них уже взорваны, то есть от них остались только осколки, какие-то еще остались. И мы поедем и посмотрим, что в них внутри, что в них снаружи и что там вообще сейчас происходит. Будет невероятно интересно, поэтому поехали. Ну а помощником в этой нашей операции будет вот этот прекрасный автомобиль Lada Kalina 2006 года выпуска. Нормально поднял. Итак, нас ждут невероятные приключения, поэтому мы погружаемся на квадроцикл и отправляемся. Поехали, дорогие, дорогие друзья. Поехали! 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 Полный период, пас! Субтитры делал DimaTorzok Итак, мы на первом месте. Тут взорванный локатор. Его подорвали. Не знаю, какая была цель взрыва. Подорвали, скорее всего, военный. Аккуратно тут металл торчит везде. Поэтому сейчас адекватные люди в кроссовках ездят. А я вот так вот. Так. Здесь просто развалины и груды металла. Вот такая стоит красивая штука. Выглядит, конечно, прикольно. Здесь стоит вот такая целая стена. Просто кусок округлой стены. И он еще стоит целый, когда все вокруг развалено. Это как бы выглядит, как огромный колодец. Охренеть. И просто посередине куча металла. И вокруг просто развалины. Офигеть. Интересно, как они закладывают динамит. Еще так. Вот так вот это все выглядит. Вот здесь вот. Вот это. Оху-ху. Огромные бетонные палиты. В общем, на самом деле ничего интересного. Обычный. Я забрался и поснимал. Да что там снимать? Мы больше поснимаем. Еще больше интересного. Все ладно. Мы на транспорт и езжаем. Так. Еще вот здесь вот рядом. Просто огромный котлован. Я не помню, зачем его рыли. Никто-то говорил. Но я не помню. Что-то они туда вроде сбрасывали. Раньше, надеюсь, не было столько песка. А было что-то туда сбрасывали. Короче, металл какой-то. Ну там покрышки. Скорее всего собирались закопать, но просто остался огромный котлован. Здесь еще бетонные плиты. А там покрышки всякие штуки. Бетонная плита, да. Ну да. Сейчас там просто песок, какой-то мусор. Итак, первый локатор мы с вами посмотрели. Это просто груда бетона с металлом. Первый локатор взорван. Отправляемся к следующему локатору. Он располагается достаточно не сильно близко. Едем прямо и сейчас будем сворачивать налево. Все, поехали. Пошли, ехали. Тут уже начинаются бетонные плиты. Дорога такая уже адекватная. Итак, мы прибыли ко второму локатору. Дорога шла прямо потом налево и вот здесь вот такое вот заросшее огромное здание. Сейчас подойдем, посмотрим, что там происходит внутри. И то есть смотрите, из вот такого вот здания, вот этого огромадина, наверху даже камера там не заснимет, превращаются вот эти вот обломки, которые вы видели чуть раньше от взрыва. Наверху раньше стоял еще дверь валяется и просто темень. Сейчас мы туда скорее всего пойдем. Тут невероятно много комаров, это просто. Так, мы вооружились фонариками и посмотрим, что здесь собственно говоря. Все, что могло упасть, уже примерно упало. Умри. Да. Как они улыбаются? Здесь кто-нибудь есть? Якилька, да? Якилька? Якилька? Не, на самом деле выглядит достаточно жутковато. Неприятно. Ходи аккуратно, здесь металлические фигни вот такие вот валяются. И вот такие вот подвалы, то есть идет дорога, идет бетонная штука и сбоку такие вот проходы вниз для... А вот здесь еще вентиляция какая-то осталась. Здесь пробита стена. Ужас. Вася пошел разговаривать по телефону, я охренеть просто. Тут лестница бывшая на второй этаж. И какой-то... О, смотрите, это... 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 Ящик от боеприпасов. Видите, такой деревянный, армейского цвета. И вот впереди разваленная лестница, просто в хлам. То есть она просто обвалилась настолько на старое. И вот там уже, видите, продолжение лестницы. И там проход на второй этаж. На втором этаже там был... Возможно, на втором блокаде мы посмотрим, если его еще не убрали. Купол. И внутри купола находится огромная тарелка. Точнее, раньше находилась. Сейчас, разумеется, уже ничего нет. Старинные СССРские выключатели. И отделы под провода. Разумеется, у них все скрыты. Все провода вырезаны и, скорее всего, попилены на металл. Итак, это был первый вход. Сейчас пойдем, посмотрим, что там на втором. Здесь просто прохода уже дальше нет. Просто лестница обвалена. Так, идем дальше. Все куски лестницы, они там просто обвалены. То есть, там не пройти. И вот смотри, там вот второй вход. Что там? Вася не может включить фонарь. Он сломал фонарь. Нет, я эту хрень. Вот, на, что. Вот вход. Я колька. Смешно. Тут просто тупик какой-то, не знаю. Тут, да, там просто такая... Еще вот в этой двери там просто тупик. То есть... Ой, капива. Там просто продолжение в никуда. Клубника растет здесь. Посмотрим, что с этой стороны. Да. Что, тебе страшно? Тут, да, тут уже ничего нет. Просто подъем на второй этаж. На второй этаж лестница сломана. Раньше там наверху стоял купол. Сейчас его уже нет. Лес, здание без купола. Так, вот здесь еще. Посмотрим. Скорее всего, да, здесь уже тупик. Да. А! Ты меня пугаешь с ним, грустно, Васю. Да. Просто бетонный тупик. Здесь какие-то пласты. А, вот! Вот эти вот штуки как раз, которые валяются, это куски купола, скорее всего. Либо я ошибаюсь. Да, они треугольные, значит... Да, да. Именно из них был стянут верхний купол, под которым была спрятана антенна. Сейчас не антенна, не купола. И лестница обвальная. Тут по бокам бетон на полу и... А, нет, вон, смотрите, еще один вход. Нифига себе. Вася говорит, что туда не надо. Но что мы сделаем? Мы поднимаемся по лестнице, мы нашли какой-то еще один вход. Ой, здесь уже охренеть. Как же это все ужасно выглядит. Сюда заходить невероятно небезопасно. Дуброво Форс... Что там написано? Ой, да. Тут? Ну, здесь сверху. Вряд ли что-то упадет. Не надо. А вот сюда дальше проходить... То есть, видите, да, вот там вот проход. Там проход вперед, и вот там просто картонные стены, и они просто все выбиты. И вот что-то висящее вот там висит вверху. Охренеть. Что там? Тут комнаты. Тут комнаты. Офигеть. Тут бетон, он не упадет. Будем надеяться. Бля. Снимать и смотреть это... Временно сложно. Охренеть. Охренеть. Ух, посмотри. Я вижу, да. Тут просто дверь, и просто... О, посмотри, это скорее всего или звонок, или какая-то... Что это было? Да, это какой-то бывший замок. Тут очень какие-то... Деревяшки. Что-то валяется. В основном все комнаты полностью пустые. Посмотри туда, посмотри. Я вижу, да. Там просто... А, так мы там были, да? А, нет. Нет, тут еще одна какая-то... Скорее всего там стояла какая-то аппаратура, и на такой высоте стояли машины. О, смотри, вот там. Что-то. Наверху. Охренеть. Наверху здесь еще одна дверь, и там тоже какая-то машина была скорее. О, а там купол. Купол? Куда пройти? Нет, конечно, туда точно не надо идти. Видишь, тут дерево падает. Сканер. В общем, вот здесь просто высоко вниз падать можно. А вот там вот, смотрите, кусок песка. Смотрите, какой пол такой. Да, пол такой интересный. О, горя, там окно. Так, а вот здесь мы можем увидеть кусочек... Это туалет. Да, это был... Там песуар есть. Такое ощущение, что это мужской и женский. Видите, да, две двери, и вот здесь вот песуар валяется. Да. Дальше я проходить не буду, потому что здесь деревянные перекрытия, они могут рухнуть, если сильно постараться. И вот там вот валяется песуарчик. Хе-хе-хе. Можем, в принципе... Так, ну ладно, вот там вот купол. Наверху. Вот там. Да, ты видишь? Ну, я так думаю. Ща, подожди. Дай камеру. Аккуратно. Ну вот, тут вот был купол. А, ну вон вверх. Нет, это просто выход наверх какой-то. А, причем, смотрите, лестница, это... Это кто-то смористрирует лестницу? А, это вообще не просто. Нормальная тема. Я думаю, это упавшие палки. А на самом деле тут уже осталось только, смотрите, металлические такие штуки. Металлическая стена. О. Часть держится на дереве. Видите, бетон, дерево. И металл посередине. Ах, нет. И лестницы наверх. Я туда не хочу лезть. А, а вот... Смотри, это... Подожди, туда не надо идти. Слышишь? Почему? Ну, потому что... Я не пойду туда, я просто подойду. Вот это вот та лестница, до которой я дошел. Вот она. Она обваленная в фланг. У меня там потолки в комнату. Конечно. Офигенские потолки. В принципе, тут очень высокие потолки, если посмотреть. Действительно. Тут вон деревянные перекрытия, просто комнаты. Я не ровно. Просто пустота. А, да. И вот здесь тоже была лестница. То есть это несколько этажей, и вот там вот вверху был подъем. Ой, блин. Обрезает краска. Понятное дело. Тут так влажное еще. О, это скорее всего щитки. Щиток какой-то. А, блин, не капнуло. Тут каплет с потолка. Реально, кстати. Я думаю, что за фигня. Так, ладно. Все, выбираемся. Мы посмотрели все, что можно было посмотреть. На крышу подниматься не будем, потому что это очень… Ну, мы не делаем о масляниках, да. Поэтому… Все, одна. Отправляемся к следующему локатору. Прямо к еще работающей части. Ее снимать мы не будем, потому что… Верняка это запрещено законом. Так, продолжаем движение. Возвращаемся обратно на дорогу и двигаемся к следующему локатору. Это был локатор номер два. На нем нету купола. Но все равно прикольно. Много всего. Все, мы поехали. Комары жрут. Это просто ужас. Надо немножечко пригнуться. О, нормально. И так, мы подъехали. Поехали. Мне кажется, вот это рабочий. Вот это, да. Это уже подъезд к работе. Небольшая работа, часть военными осталась. И вот этот вот взорв… Еще два взорванные шарика. Проехай вперед. Вот это был не шарик. Это просто было какое-то здание, но его тоже разломали. Итак, мы проехали еще. Проехали раз… Разбитые… Еще несколько разбитых шариков. Они тоже полностью взорваны. По дороге. Там еще часть рабочая военная станция. Не знаю, что они там делают. Там стоят две гражданские машины рядом. И на всех шариков, которые мы проезжали… Там был еще один. На них точно такой же. И на нем тоже снять купол. Тарелки тоже нету. Там тоже смотреть в принципе нечего. Точно такой же шарик. Точно такой же, что мы бы видели во втором шарике, куда мы заходили. Здесь… Я без рюкзака. То же самое. Возьми рюкзак. А, и ключи из крюкзака возьми. Я вообще заехать надо было. Чего мы поставили его здесь? Сейчас оттолкаем. Ха-ха. Раз. И поехали. Туда? А, блин, не туда руль повернул. Что ж ты? В смысле не туда? Да, зачем? Нам нужно же заехать. Вот так вот. Спортом занимаемся. Припарковались. Паркуем. Ну, выглядит да. Он как-то посвежее. Это другой шарик. Смотри, это уже… Причем стоит там какая-то… Сними окна вот там. Потому что там огромная часть. А я вроде уже снесен. Огромные окна. Огромное здание. Просто дыры какие-то. Вот там маленькая дверь. И вот здесь… Я не вижу что там. Там тоже дверь. Тоже вот эти вот куски купола лежат на полу. А, нет. Это, смотрите, двудверная дверь. Двухдверная дверь. Вверху все уже вон там обламывается. Все в какой-то момент рухнет, скорее всего. Смотри, там еще собор у нас. Да, там тоже он в соплях держится вообще. Просто полностью. Здесь какие-то бетонные плиты. Справа вон там еще стоит забор. А, и в принципе этот шарик он еще огорожен. То есть вход он открыт. По бокам еще остался такой забор. На металлических стержнях. Турник. Только не надо на нем сейчас… Раздавать. Вот здесь еще какая-то куча. Ключи взял? Да. Здесь еще вот двери внутрь, генераторов. Какая-то куча вещей. Ворона. Вот здесь вот куча входа, скорее всего это были двери к генераторам. Все двери сняли, вырезали. Смотри, тут пляжки всякие. Вон тут посуда была. В общем вещи внутри уже все скорее всего разобрали. То есть все комнаты… А, смотри, там лестница. Все комнаты сняли пустыми. Когда я был еще здесь, рассказываю. Блин. Я забрал табличку какую-то. Там была такая табличка. А вот это что? Мне кажется это записи. Охренеть. Да, это какая-то… Все-таки что-то еще не разворвали. Это… Какие-то страницы книг вот здесь валяются. И… И… Страницы книг тоже валяются. Я… Это сейчас посмотрю что это такое. Это… Напишите в комментариях что это такое. Я не знаю что это. Смотри, железка вообще новая. Что? Наверное… Нет. А вот смотрите. То есть… Какое-то вот это вот… С этого приспособления. С самого вот эта вот штука. Которые валяются… Может не надо брать новую? Которые валяются кучи. И тут все взорвут скоро. Это никому не нужно, Вась. Видишь сколько тут валяется? Они все старые. И скорее не знаю что на них. Да. Какие-то штуки. Что возьмем? Не знаю что это. Двесть… Пятьсот двадцать пять метров на них написано. Ну-ка подержи. Раскрой. Здесь написано пятьсот двадцать пять метров. Тип что-то там. Короче какая-то бумажка. Скорее всего помещали какой-то инструмент. Какой-то вещь. В общем тут валяется куча каких-то рулонов. Какой-то… Кусок вентиляции просто валяется. Никому не нужен почему. Вон там сундук. Тоже военный сундук. С надписями и названиями военной части. Тут вон да. Спуск вниз там тоже просто такой же пролом. Вперед вот смотрите. Вот здесь вот. Тут стоял генератор. Сейчас я поднимусь сюда. Нормально всё стоит ещё. Вот здесь… Чё там? Тут стоял генератор и вот там вот… Какой-то фланг генератора. Да. Сейчас подходит. И вот эти вот штуки… Вот на них уходило электричество. Вот эти вот белые штуки – изоляторы. Как на линиях электропередачи. Вот туда уходило электричество. А вот здесь в этом месте стоял огромный генератор, который снабжал военную часть. Вася нашёл там какое-то… Что-то интересное. А, вот кстати. Вот валяются как раз изоляторы. От вот этого всего. Вот они белые изоляторы. Из какого-нибудь материала. Я не знаю, в канаве или светит? О, смотри, что-то на нас. Здесь какая-то штука. Смотри, вон там. План. Я не знаю, на камере видно? Да. Там висит какая-то бумажечка. И на ней написаны… Туда, скорее всего, нам можно выйти. Не надо. Почему? Вася молодец. Он всегда за безопасность. О, смотри. А я за хорошее видос. Это что? А, это какие-то тоже… Резисторные. Тут есть что-то. Это вода, скорее всего. Бутылочка, аптечка. Тут какая-то электросхема. Резистор. Что, давай ямашку схожу. Ты в паутине. Здесь дверь. Такие же ямы для… А дай фонарик. У тебя есть. А, точно, держи. О, смотри, что-то. Какие-то… Я пройду. Тут тоже какие-то штуки являются, тут такой еще более необузданный, потому что тот он полностью потолок, у всех почти одинаковые полы, логично, в военных частях этих штролей одни люди, шкаф, провода, Принципиальная электросхема тип 1, ТП1, принципиальная электросхема, сейчас погоди, ее снимем, охренеть, какие тут, тут просто огромные, ах, что там, а вот, вот эти резисторы, тут, да, это вот тоже отделение под электричество, потому что вот, Тут везде электричество, висят вот эти вот штуки, вот они, выключатель вот здесь вот, выключатель, и там вот просто очень далеко, а прикни вот здесь вот ночью ходить, как это неприятно, и вот кажется, ну да, здесь вот, да, приемка, В общем, здесь просто полная пустота, здесь просто ничего, просто бетон, и иногда какие-то вещи, куча изоляторов, они все, снятые валяются, там вот просто пустота, вот там вот, точно такое же место, приемка, электричество, что это? И какие-то из, кстати, свобоги, скорее всего, специальные вот, которые не проводят, не проводят электричество, вот они, у электриков всегда резиновые, вот, они даже с бирочкой вот такой, да, там номер, военные базы, скорее всего, на чье-то имя, ну и на чье-то имя, тут вот с росписью, на номер, да, вот там роспись, это стоит на них, То есть, да, все было серьезно, что-то написано? Дата, 1995 год, как-то странно То есть, 25 лет назад тут еще кто-то что-то изолировал Ну, 27 Шкафчик, можно себе взять, просто торчат трубы какие-то, я сейчас ее зайдем Забор какой-то, о, смотрите Старая табличка Мы, конечно, забирать ее не будем, а встанем посмотреть А, это, это, правило оказания первой, что это, первой помощи? Первой помощи, да, такой еще СССРский стиль Подожди, пострадавшим от электрического тока А, да, да, да СССРский стиль, красный шрифт, уже плохо видно Да, но вообще-то нет, СССР развалилась в 1991 Я думаю, он работал еще в 1991, это просто ботинки какие-то сильно новые Потому что вот на этом, на аппарате, который я отсюда забирал, там был 1984 год То есть это еще очень давно, это и мощно много летать этим локатором Еще раз подходит на схему Ничего, конечно, еще раз, конечно же, непонятно Сейчас еще сфоткаем и пойдем дальше Охренеть! ТМ, ТМ, ТМ А мне? Старший ТМ Там тоже пропасть вниз О, клавиатура! Охренеть! То есть смотрите, вот это вот бетонная хрень Может пойдемте мы слушаем? Да, здесь вот окошко И они прибиты к щиту Так, вот здесь вот Напротив вот этого локатора Находится с химозаборчиком Канализационная станция Какое-то округлое здание Жутковато, конечно, тут ходить Потому что непонятно, что это Тут внутри еще что-то совсем уже новое Но видно, что уже все давно заброшено Мы еще такие видны стоят, что еще новые Вот на этом домике написано на табличке Канализационная станция Слушай, там дверь открылась Где? Где-то там Ну, дальше, там Не дверь, это скрипят сосны Ты что, не слышал, как они скрипят? Нет, скрипят Что ты пытаешься меня напугать? Ты хочешь, чтобы... Вася молодец, он адекватный Он говорит, что дальше не надо ходить Но мы пойдем и быстренько глянем Страшно, конечно То есть лес и просто вот это вот здание Там вон мебель выброшена Мы-то приехали сюда за приключениями Здесь кто-нибудь есть? Никого Канализационная станция РФ Домик полностью пустой А, да, вон, а вот там Вот там вот наверху Такой фонарь с линзой Канализационная станция РФ А, военные силы РФ Канализационная станция То есть это Была пристроечка, которая Обслуживала канализации То есть вот в этом вот здании Скорее всего что-то Были какие-нибудь аппараты Вот в этом круглом здании И обслуживали канализацию Здесь Что-то, да Огнетушители Такая коробочка для пожара Тушения И тут вынесено А, это тоже был домик Но он уже был деревянным Хотя это тоже деревянный А, нет, это бетонный Сложено дерево И Блин Че? Взяли с собой яблоки И у Васи Террифон в яблоках Здесь шкафчик Здесь какая-то глина Не знаю, что это В общем, все в военных шкафах Каких-то Штуках Вон там сарай уже Сложил его В общем, ящики Все разломано И вот там какой-то гараж Туда я не пойду Там он закрыт Там ничего нету Да Там просто пусто Да Ответственный за Противопожарное состояние Вот такой вот здесь прикол Ганализационная станция Скорее всего, вот это была сама Ганализационная станция Все остальное Это было какое-то Вспомогательное Оборудование Здесь внутри бетон И Я зайду посмотреть Так Здесь Охренеть Тут, короче, люки И они глубоко вниз Вот здесь электрощиток Какой-то стоит Выключатели И два колодца вниз Скорее всего, туда сливали Все отходы И что-то с ними делали Здесь вот такая лестница вниз И там невероятно глубоко И все это дело там Сейчас я покажу Все там Затоплено Че? Итак, мы Вернулись все-таки На этот локатор Который только что Последний Мы обдружили Вход, точнее Осмелились Зайти сюда В эту огромную дверь Тут Тут тоже все В принципе Разгромлено У меня Ационально не работает Может мне надо? Так иди за мной просто Тут Тут светло Вот такое Вот здесь 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 какие-то обои Причем реально Обои То есть Вот, смотрите Вон там табличка висит Вот там написано Дежурный по объекту 2111 То есть Какый-то дежурный Вон там его кабинет Вон там стоп Вон там видишь табличка Дежурный по объекту ДВА Там вон столы еще сохранились Какие-то Вон там Здесь противопожарный стол На нем висит какая-то тряпка Там значочек везут. И вот здесь еще сохранилась лестница. Это страшно. Как я походил по ней, она вроде еще в нормальном состоянии. Я не знаю, что стучилось с лестницей в том, я не знаю, кто-то ее сломал специально или почему она брушится. Потому что вот на этой все держится пипец, просто на дереве каком-то. Чайник будет, железная балка. Ну хотя бы на железе держится, ладно. Вот лестница держится на железе. О, тут зеленая была. Да. Тут прям обоими все еще заклеен. На прошлых там просто был бетон, здесь еще обои какие-то. Там краска была. Так. Держится хорошо. Ты один пойдешь? Ну ты иди за мной. Здесь вон там вентиль. Продел пожарный гидрант. И продолжается лестница наверх. Конечно здесь ходить это не сильно приятно. Пошли. О, а здесь еще. А здесь еще. Вот осталось. Еще проход. Сапог. Сапог, да. Сапог. Ответственный. Ответственный. Старший прапорщик Смирнов АВ. То есть даже таблички были. Именные. Здесь какие-то сапоги. Здесь стул. Там скорее всего тупик. Да. И вот здесь. Пипец. Интересно. Это военные, когда уходили, решили все поломать. Это реально такие люди умные. Приходят и все разномходит. Офигеть. А тут еще сохранились вроде тетради. Тетради. Ах. Что? Конечно иди. Что ты спрашиваешь? Так, здесь наверху бетон. В принципе, безопасно. Да. Есть вот такой выключатель. Вентиляция. И просто комната. В комнате стоит стол. Просто повалим. Здесь еще дыра в столе. И тетрадь. Тетрадь. Вася, открывай тетрадь. У меня в руках камера. Подвинь ее. Паспорт. Датчик. А, это какой-то паспорт. Они секретные, да? Нет. Наверное. Уф. Но если они были секретными, то они были секретными в СССР. То есть здесь это паспорт, скорее всего, обслуживания какого-то оборудования. Какого-то датчика. Данные. Это где, допустим. А вон, гарантийные обязательства. Здесь. Итоговый учет работы датчика. Реле. Потом. То есть, тут видите, колго часов. Сколько бы хэбла. Наверное. В общем, просто, так сказать, паспорт. Какого-то оборудования. Здесь еще лежат тетради. Журнал. 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 Учета. Контроля. Дальше нет. Министерство обороны СССР. Кстати, вот эти здания в Подмосковье – это отделение военно-морского флота. То есть, вот эти плокаторы, они работали на флот. То есть, они смотрели именно для флота что-то. Журнал. Контроля технического состояния и проверки. Да. И вот здесь уже записаны офигеть. То есть, это все сохранившиеся документы. Здесь все имена записаны, подписи и даты осмотра какого-то технического оборудования. Журналы просто какие-то. Здесь еще куча таких же журналов, какие-то книги. Чтобы ты понимал, в 2020-м я боялся в общем доме ночью быть. Я думал, это будет страшнее. Когда ты снимаешь, это не так страшно. То есть, когда я хожу снимаю. А если подумать, что нет сзади меня… Дело номер один. Наряда допусков на работу с повышенной опасностью. Хранить сколько-то лет. Здесь какие-то… Написано там хранить или не записано. Может это не написано? Инструкции. Это все СССРское. Вон там еще какие-то скобы лежат. Вот здесь все. Хранить? Да. Ты можешь быстро это снять. Чтобы вы понимали, вот мы сейчас где-то в центре вот этого здания. Тут все полностью просто в темене, темно. И мы стоим в бумажке. Тут не одного окна. Да, мы сейчас в самой середине. Тут куча просто инструкций, журналов, какого-то технического учета, оборудования на этой станции. В общем, ничего не интересного на самом деле. Инструкции… Тебя приставят? Да тут все одно и то же. Видишь, проверка. Просто люди записывали, что… Туда же им нужно, нет. Что происходит, да? О… Долженность. Ключник… А… Так, чьи-то под… Какие-то инструкции. А, смотри. Тут телефон указан. Ну, в смысле. Нарисован телефон. Здесь тоже. 2004-й вот есть. В общем, да. Какие-то тут просто кучи бумажек. Журнал. Журнал. Боевой. Подготовка. Так, это че такое? Электромеханического… Фонарь выключился. Отделение. Чуть много. Включился. Вот. 2008-2009. А, это смотрите. Это… Как его? Это иерархия званий каких-то. Сейчас я сфокусирую. Вот. Наверху начальник ЭМО. ЭМО. ТЭЭМО. 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 Старший ТЭЭМО. Код М. ТЭЭМО. В общем, какие-то непонятные. А вот здесь уже, типа, какие-то морские. Капитан. Офицер. Мичман. Старшина. Матрос. Служище. А, это количество какое-то? ВК. А, фактически. Что-то тут… Четвертый отдел первого управления. Что там еще? Журнал учета. В общем, все просто журнал учета. Журнал боевой подготовки электромеханического отделения 4, отдела 1, управления… ТЭЭМО. Учебный год. Все, ладно. Здесь мы посмотрели и все… Друзья, помоги, пожалуйста. Это подставочка? Подставочка под чай. Подставочка под чай. Ну, это не под чай, да? Стрельбличку. Супчик. У меня у бабушки такая есть. Что, будем забирать, нет? Ну, нет. Можем. Ну, мы наверх не пойдем, мне кажется. Ну, а что так? Мне что-то страшно. А, ты думаешь, мне не страшно, да? Ну… У меня, как бы, чувство самосохранения тоже еще присутствует чуть-чуть. Вот здесь вот… АО. То есть, лампочка АО. А 0. А представляешь, Дмитрий Масленников, он ночью ходит. Жутким, реально, жутким… Это Дмитрий Масленников, это разрабатываем на миллионы. Ну, какие миллионы? Ну, интеграция стоит один миллион. Кто забил? Да и мы не будем… Там все то же самое. Там просто… Там выход на крышу, Вася, в этом суть. Пошли, видишь, лестница сохранилась, значит… Это комнаты? А, да. Да, здесь точно такие же… Точно такие же кучи комнат, просто с… Ладно, пошли, пошли. Пошли дальше. Захламленными какие-то плакатами. Не надо, это обычные комнаты. Обычные комнаты в военной станции. Там вот дальше какой-то есть проход. Но мы туда не пойдем. А ты, скорее всего, туда тоже входит. О, окно, наконец-то. Да. Тут очень высоко, мы уже не знаем, сколько этажей поднимись. Уже на третьем, наверное. Да. То есть, здание реально высокое. По сравнению… То есть, это какой-то увеличенный блок. О, смотри. То есть, то, что мы смотрели вторым локатором, он был маленьким. Это очень большой уже. Вот здесь? Да, здесь вот окошко. А, вот выход на крышу, Вася, это удача крыши. Ой, здесь нет крыши. Каждый раз, когда я говорю, что мы что-то находим, Вася говорит мне, мы туда не пойдем. О, вот туда можно. Ух, иди сюда. Смотри. Что там? Вот тут вот огромная просто пропасть. Тут там просто пропасть. А там их очень много. Охренеть, это что-то типа лифтового отделения. И тут все вот эти четыре этажа, просто они вот туда вот вниз уходят. Смотри, что ли там комната противопожарная. Охренеть, какая же это была огромная инфраструктура. Тут, смотрите, вот там стульчики, они как из театра. А, они, кстати. Такие откидывающиеся. Вот они только через кино. Из кино, да? Да-да-да, деревянные. Блин, там тоже пропасть вниз. Там тоже пропасть вниз. Главное, чтобы мы сейчас какую-нибудь пропасть не наступили. По смею, наверное, дальше. Сейчас, погоди, посмотрю, что это такое. Тут тоже, тут просто свет на улицу. Просто проломили. Вот куски, когда сваляются от купола, скорее всего, когда снимали его, вот поломили. Да-да. Сейчас еще немножко вперед пройдем. Посмотрим, что здесь. Тут бетон наверху, блин. Значочки, значочки какие-то. Тоже просто пропасть. Просто дерево, дерево просто. Да. Мне кажется, надо. Вот, вот этот, тут есть яшки на варке. И просто пропасть. Это просто охренеть. Сколько тут всего. Вот, да, главное, чтобы не наступить какую-нибудь пропасть, нужно посмотреть. Копейка. Это какой-то журнал, похоже. О, смотри, там дальше тоже. А здесь вон куча каких-то тоже ящиков. У них уже ничего нет, там пусто, но это военные ящики. Что-то на них привозить. О, смотри, там план какой-то. Вот. Здесь куча пластика валяется. Всякая фигура. Журнальчик. О, смотри, смотри. Вау. То есть тоже шкаф закрыл? Все адекватные люди сюда давно пошли. Ну. Ну что-то Брест. Вот. А здесь не включать работают люди. Как в метро. Здесь охренеть. Ну тут не сильно высоко. Там пропасть не надо. Тут на один. Да, пипец. Это просто ужас. Ты там встанешь и упадешь. То есть вот здесь вот. Вот это вот все. Это деревянный пол. Вот это вот все. И вот там вот пропасть. То есть вот этот пол, который может куда-то провалиться. Здесь шкаф со шкафчиками. Все, двигаемся дальше. Здесь тоже самое. Стулья. Ничего нет. Просто пластик, куча мусора на полу. Одно и то же. Там тоже. Вот это все деревянные полы, но при этом с пропастью. Причем мы идем по бетону. То есть мы идем по такому-то. Пипец. Летон. Тресет все как-то. Слышишь? Нам вот все эти двери не открывают. Они могут просто закрывать все эти. Пропасти? Да, да. Вот эта пропасть лифтовая какая-то. Пошли. Был тут лифт. А где? Свет. Ой, слушай, мне кажется, вверх не надо. Там что-то здесь. А что там? Ну, пошли. Нам нужна крыша, Вася. Да, протопать сначала лестницу. Ну, тут, в принципе, смотри. Лестница идет на металле. То есть... Что? Со мной негде идти. Почему? Ну, видишь, как бы сама лестница? Она вот на двух металлических балках и между балками тоже. А все, мы туда никуда не перейдем. Что там? Там... Сейчас я посмотрю. Мне интересно. Это плитка так считается? А, да. Тут просто выход вот тут вот. То есть вот здесь вот лестница. Вот там вот был выход на улицу. Вот здесь. То есть там люк. Скорее всего, лестница была. А, вот там дверь. Тут остался ящик. И вот здесь вот эта дверка. Вниз, вверх. А, может это куда? Подожди, пожалуйста. Не то бы, блин. Ну, сюда я не... Не будем обязательно туда идти. Ну, ты посмотри, что там. Что там? Там... Просто... Там ничего нету. Это... В общем, просто... Это обычная комната. Пустая комната. Не знаю, для чего она была сброса. Да, там вниз наверх вниз. Какой-то... Фу. 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 Мы пока ехали, мы увиделиourt, кто уезжает. Всё нормально, мы пошли туда. Да. Тут ещё выход на крышу. Сейчас посмотрим, что здесь. Нет, крыша это не деревянная. Нет, тут все нормально, Бася, тут крыша, крыша она такая же, это бетон, потому что мы идем по тому, где мы заходили. Квадрик вон там, но я ключи забрал нормально. Так, и вот собственно говоря, вот тут подъем на еще одну крышу, там мы не нашли как туда подниматься, тут и не надо. А на камере выглядит, что это хоть как-то страшно? Нет, конечно. А, ну тогда ладно. То есть вот этот этаж примерно третий, вот это вот штуки, видите, просто из бетона растет береза. То есть тут как бы две крыши, вот одна крыша есть, и вон там вот наверху еще одна крыша. и вот примерно вот как раз вот под этим находится вход. Вот здесь вот лес, красота. Здесь просто дерево, бетон. Пошли. Там вон внизу какой-то маленький домик еще. Да. Ну, мне кажется, туда нам не надо. А, он, кстати, по-моему, заходил. То есть прям непонятно откуда растут эти березы, но просто вот. Просто бетон. Они же из-за мха. Из-за вот... Из-за... Какая... Я не знаю. Мне кажется, что... Просто из-за мха... БУУУУУУУУУУУ буУ ВУУУУУУУ och растет кирпичи уже обколупываются и вон там вот выход откуда мы заходили это все возвращаемся обратно мы сейчас поделись не знаю какой то 1 2 3 так и мы еще поднимались на еще один вверх если тоже к эта комната лесенка способы питания тут тоже ничего там крыша пара ломали на здесь я хочу сюда охренеть то есть смотрите вот этого бетонная хрень и там зачем-то подсунут и деревяшки по нее то есть вот это вот крыша держится вот на этих вот деревяшках туда конечно же не пойду тут тоже комната низкий потолок достаточно очень низкий сюда я там просвет на улицу спускаемся пик там не дальше нет о клавиатура компьютерная вон там да аккуратно только лестнице куча журнал валяется коробка это ужас типа что-то не что-то вроде не реально смотри клавиатуры валяются нифига это как вармила у меня клавиатура хуже звучит если что вот это свечи белые на белых свечах охренеть механическая офигеть что здесь все помни и выполняй проверь отсутствие напряжения подготовка заземления умей освободить пострадавшего оттока отключи или выверни то есть здесь вот такая вот табличка огромный щит и дальше если мы туда вот туда мы точно не пойдем 3d буквы вот здесь вот смотри и вот здесь валяются клавиатуры то есть мне кажется пробел может забрать давай заберем это же трофей ну да ну только одну выбрать давай вот эту но она более такая а это видишь она как бы такая ну давай все нет одну оставим уже она с подсветкой ну это на руфлю а это кстати этот мусорка я прочитал платы ой блин ты меня пугаешь без твоего фонаря там темно огнетуши то есть вот здесь вот смотрите давай две возьмем щит давай две возьмем пустая хрень берем две ну как-то некрасиво получается ну давай вот эту возьмем она целая еще раз это заброшенная военная еще раз это заброшенная военная база на которую куча людей уже побывало если никто это не забрал наверное никому это и не нужно поэтому мы возьмем то есть вот такая вот клавиатурочка не знаю сколько ей лет то есть ну мне кажется скорее всего она служила здесь переверни переверни вот эту это даже не клавиатура это просто кусок вот эту возьмем кусок платы вообще так нравится эта плата ай больно она это колес тут этот самый кейкап так f10 это у нас рядом с у меня примерно вот такие если что все меняете клавиатуру да так этого переверни дай посмотрим желтенькую переверни что она была перевернутая я ее сейчас переверну да то есть провода не обрезаны давай посмотрим что там написано тут нету это мэйденчина это недавно журнальчик дай посмотрю это тот который я брал а ты его забрал да да ага молодец может пойдемте слушать ну мы все посмотрели ну да теперь я просто то есть раньше было бы это чувство не завершенное сейчас мы и на крышу вышли и клавиатуру нашли по лестнице поднялись собственно говоря что еще надо все я оплатываю тетради то есть смотрите вот здесь вот огнетушитель он разобранный типа чтобы показать его частишки и они прибиты к щиту щ вот такая вот табличечка щ огнетушитель и вот здесь тоже все просто в дырах охренеть я пошел давай оно все я иду за тобой да 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 не бей вот здесь значочек человечку ты клавиатуру забрал да ты одну взял да ну ладно это устали еще так сказать посетителям этого прекрасного места тут ящик еще закрытый интересно что он пустой он пустой ящики ничего нету поднимаемся вон там уже выход Вася пошел вот сюда вот поднимались пошли пошли все итак ребят сколько мы много посмотрели журнал нашли клавиатуру нашли какой-то виточек нашли это просто бомба экспедиция успешная пожарный расчет что взять да да сейчас возьму так что у нас с собой присутствует дащик реле что-то там паспорт плата от клавиатуры старинная не знаю сколько и какая-то хрень не знаю что это такое спрошу у кого-нибудь их тут колеляется просто кучи их очень много тут нормально несколько сотен просто валяется они уже какие-то там старенькие а это видите какое-то упакованное возьмем посмотрим что это кстати русская клавиатура это русская клавиатура откуда ты знаешь нет я имею ввиду по этим обычно английские главные буквы да 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 кстати да то есть она настолько старая может быть сделана в России то есть буквы у нее главные она не старая точно фу это было ха ха прикольненько то есть вот смотрите вот это выпирает хрень мы вышли на нее и вон там вверху еще одна крыша на которую вход уже там затруднен то есть там уже оборвано можно какой-нибудь рухнуть поэтому опасненько мы вот выходили вот на это где там березы росли и так все мы завершили нашу экспедицию а давайте давайте отправляемся домой Засняли последний локатор, очень много засняли, забрали трофей, так что сейчас пакуемся, пакуем шмоточки и едем домой. Огромное спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. В Телеграме я выложу фотографии с локаторов, так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Там еще будет много всего всякого интересного. Вышло очень много материала, поэтому скоро будет вторая часть. Поверьте мне, там будет только интересней. Мы заберемся на крышу локатора, объедем все локаторы, которые есть на этой военной базе и посмотрим круглые здания, которые там были в стороне. Поэтому включите уведомления, пробейте этот колокол, чтобы не пропустить вторую часть. Огромное спасибо за помощь в съемках в басе. Респектус, крутой мужик. Спасибо за просмотр. Всем пока. Дальше будет только больше.